Привет! У меня сегодня необычный немножко формат. Мы все в бегах, в делах, и я решил, так сказать, в общем, типа вести с полей у нас. Саша взялся за обучение некоторых наших джунов, и поэтому у вас есть возможность увидеть некоторые кусочки или небольшие лекции, которые он начал читать, для того, чтобы какую-то фундаментальную базу привести у людей в порядок, единому знаменателю, чтобы не было пробелов, дырок и так далее. Сегодня лекция была достаточно, на мой взгляд, простая, но я согласен с Сашей, очень важная. Соответственно, кто этого не знал, и не знал хотя бы части, то есть вот это освоение архитектурного и так далее, нужно знать обязательно, как показывает практика, и это у меня в прошлом было. Не зная об этом, вы потом можете очень много всего переписывать, переделывать, пока все-таки к этому не придете, так или иначе. Вот, так что пишите свои комментарии по поводу данного формата, если нормально зайдет, то будем дальше выкладывать, если не зайдет, не будем выкладывать. Со съемкой мы сильно не запариваемся сейчас, потому что нет на это времени, просто вот у нас пошла зачитка какая-то небольшая, я снял, как получилось, потом скидал в одно все, склеил в видео, и... Пожалуйста. Так, тема архитектуры базовых вилл-приложений. В базовых вилл-приложениях есть фронт, он же вилл-планицы, джава-скрипт и так далее. Есть сервер-сайт, он же бэкэнд. Фронт разделяется на две части, это конкретно само view и логика. То бишь, при этом выражении всей странички, мы сразу же видим полностью весь каркас, как она выглядит. Вот так положим. Логика, конкретно, это джава-скрипт код, который лезет на сервер-сайт и опекает все данные. Самая простая часть, сложная часть, конкретно на своем сервер-сайде. Подвожу к сервер-сайду, сервер-сайт самое интересное. Да, сервер-сайт ключ. Хорошо. Окей. Как делается на сервер-сайде? У нас есть слой контроллеров, который ссылается на слой сервисов, где находится бизнес-логика. Который ссылается на слой репозиториев, который, в свою очередь, уже идет непосредственно к базе данных и конец данных. В случае, если это приложение будет подаваться клиентам, множество различных клиентов, и у нас возможны специфичные изменения логики под каждого клиента, и, возможно, будут специфичные кейзы, которые относятся только к этому клиенту, тогда слой сервиса разделяется на две части. Здесь будет делается сервис API, а тут конкретная имплементация. То есть контроллер ссылается только на API, а по факту конкретная имплементация идет. В случае, если у нас оказывается новый какой-то кастомер, то будет специфичная задача только под него, которая другим вообще, в принципе, не нужна. По различным причинам. Что-то конкретное для них, что они не хотят, чтобы оказалось у других. Что-то разработано конкретно под них. В этом случае тогда делается другая реализация. S-imple Номер 2 И ссылочка будет на нее, которая будет ссылаться уже на репозиторию и в этой модной реализации. В случае возможностей, когда мы поддерживаем много различных типов паст-данных, предположим, сикл и маусикл. Ну, MariaDB, Cassandra и так далее. В этом случае в свой репозиторий также превращается в API. И конкретная имплементация от каждого государства. В случае, если у нас оказывается, как говоря, мы сначала воспользуем прогресс, потом мы планируем переход, например, на лондон, например, то мы просто вместо перетеса всего этого делом переписываем конкретную имплементацию, чтобы она соответствовала этому API. И изменения в ходе минимальные. Собственно, это все. Такая должна быть другая приложение. Если у нас не предполагается множество изменений, можно делать напрямую. В случае, если предполагаются гипотетически возможные изменения, делаются через имплементацию. Практика показывает, что почти у всех компаний всегда в уровне сервисов делают через API. Свой репозиторий, он же DATAO, по-разному можно называться, он не всегда делает через API, но в большинстве случаев. Вопросы? Вопросы нет. Теперь, касаемо передаваемых данных на фронт. Он должен быть стандартизирован. Предположим, если у нас будут шестоны, то шестоны в группе всегда один и тот же формат. А именно... Шестон начинает ставить, как ищет. Может быть статус. В случае ошибки. Либо от, либо от текста написано, а не меньше. Статус reason в случае ошибки. В случае ошибки. различные, например, количество общей тридцати страниц, результаты текущей страницы, которые просто делают метод RITR. Тоже видно массива, либо объекта, это не имеет значения. Главное, чтобы это было абсолютно всегда. В таком виде. Если в случае, в случае, когда есть только один объект, и у нас оказывается здесь не массива, нет сам объект, то на сервер-сайде, в случае использования логотипизированных языков, могут быть небольшие проблемы. То есть нам придется задавать два экземпляра спонсора объекта под каждый случай. В принципе, это можно делать, но нет смысла обнародчивать. Нам бы проще передать просто один элемент массива, когда у нас только один объект. Вопросы? Вопросы? Теперь. То, что я принесу. Все это содержится здесь. Масса и все. Особенно те, кто платит сервисов. На моей практике наибольшей количестве изменений происходило на уровне сервисов, то есть добавляли дополнительные реализации. Конкретно делали реализацию под CA SiteMiner, который использовал нативные API, которые они по нему будут вызывать. CA SiteMiner – это огромная куча говна для адвенчатой All-AccessMiner. Нужно было через него прогонять логификацию пользователей в состоянии сессии, и что то есть он может двигать по сайту без защитной SiteMiner, без необходимости логификации. Для этих сервисов, вот мы делали отдельный сервис, и другим клиентам ни в коем случае нельзя будет это предоставлять, потому что само API предоставляется только по лицензии, то есть само API находится уже под, как это называется, очень публикатарная, тем более реализация. То есть данный сервис предоставлялся только одному кастомеру, больше никому. В случае своими репозиториев, ну как я уже говорил, только идет поддержка нескольких различных типов баз данных, т.е. сиквел, ноутсиквел, либо там какой-то ремонт сторож различный там. Был один проект, где мы вообще складывали через SSH в пайде, где вложили смс-конфигурацию. То есть там не объекты сохранялись, а именно конфигурация и система, как она работает. На моей практике конкретно с объектами, то есть с обычными приложениями, то есть я работаю не так много, у меня больше будет что-то более монстрозное и более серьезное. Ну все, что еще сказать? Вопросы у тебя какие-то есть? Да, я хотел, чтобы ты повторил то, что вот до этого сказал мне по поводу... Вот смотри, то есть еще раз просто, да? То есть ты повторишься, перебори это все, тебе придется повториться. Короче, смотри, это достаточно элементарный уровень, да? Но проблема, с которой ты встретился, когда мы начали это обсуждать с тобой. Ну вот это вот все, это достаточно банальные простые вещи. Но почему мы об этом сегодня говорили? Потому что практика показала, что джунны этого не знают. Да! Пипец! Я вчера это выяснил, мне пришлось это объяснять к этому человеку. Что ты говоришь будет в следующий раз? Хочется писать? Ну, чтобы не забыть, что ты там обещал. Короче, горизонтальное масштабирование. Это следующее у нас. Еще, потом, от газоустойчивости. Пожем, если отпала файловая система, отпала база данных. Не знаю, там отпала какой-то кусок необходимой системы. Пожем, если это микросервисы. Кстати, микросервисы злоя тоже, Настя, еще может... Расскажу, почему микросервисы зло. На него все молятся. Это, знаете, как на серебряную пулю. Но практика показывает, что это зло. Почему? Ну, в общем-то, вот и все. Все достаточно просто. Это, наверное, единственный формат, в котором я смогу подхватить, так сказать, разговоры из нашего офиса. Потому что специально выставлять оборудование и так далее. Ребята сжаться будут. Да и, опять же, ни у кого нет времени, чтобы там специально записывать какие-то лекции длинные и так далее. Еще раз говорю, пишите, если этот формат интересен. То есть, на мой взгляд, качество видео это по херу уже. Самая важная суть. Если считаете так же, палец вверх. Пишите, что вам это понравилось. Можете даже попробовать написать темы, которые вам интересны. И мы попробуем, может быть, осветить у себя их, если они нам подойдут в образовательный процесс. Опять же, у Саши там свои темы, у него свой план по натаскиванию ребят. Естественно, многое вы не увидите. Потому что, ну, реально, я там не буду с камерой бегать за ним. Сегодня он меня просто предупредил, что вот будет у него такая лекция, мини-лекция. Я его успел поймать. Сейчас там другую камеру возьму, чтобы проще было все это оперативно заснимать. Ну, короче, вот как-то так. Давайте, удачи. И учитывайте то, что он рассказывал в этом видео. Пока.